Николай Николаевич, вот допустим они в Бресте работают или в Баранович. Хорошая переработка, производство хорошее и так далее. Какое предприятие молокоперерабатывающее в вашей области вы можете поставить рядом с ним? Рядом можно поставить практически все заводы, которые занимаются сарами. Это Верхнедвинский, это Поставский завод, это Брасловский цех. Ну, наверное, вот эти вот поставы, Верхнедвинский и Глубоковый. То есть можно поставить рядом с ними и по эффективности, и по технологии? Да, по вере надо. Ты не знаешь эти предприятия? Знаю все предприятия. Сегодня Саушкин продукт с одной тонны молока дает 18% больше, средне по республиканскому. А это средне, а в Витебске? В Витебске то же самое. То есть вы на 20% эффективнее? По каждому предприятию надо смотреть, потому что везде разная продукция. Глубоко, например, это сгущенка, она тоже идет в основном на республиканскому. А где-то сухое молоко делается, где-то цельномолочное, поэтому... Короче, 20%, Владимир Андреевич, есть куда расти. Конечно, да. Чтобы достичь этого уровня. Конечно. К чему это говорю? Чтобы у нас не было спору, вот это вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой. Вот тот уровень, на который мы должны выйти. Не должно быть большой разницы между Машенским Савчицем и Шерстневым, Исаченко там и так далее. Ну и главное, что он не только свое производство смотрит это, но и те сельхозпредприятия. Да, Александр смотрит. И он сейчас смотрит. У него сырьевые зоны закреплены также. Вот тут надо нам поставить их в равные условия. И Савушкин продукт, и все эти предприятия в равные условия, начиная с сырьевых зон, в равные. Единственную поправку, я публично об этом говорю, мы будем делать на надежность и преданность государству. Не Лукашенко. Чтобы не допустить вот того, что произошло сейчас. Потому что у нас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься. Они подло себя ведут многие. Так чтобы у нас в производстве это не произошло. Это не потому, что мы за какое-то свое мнение начнем ломать людей. Ради бога, вот журналисты стоят, у них тоже половину, может быть, свое мнение имеют. Но они же не ходят по улицам и не ломают страну. В то время, как там гусеницы ляскают за пределами. Поэтому вот тоже поправка должна быть вот эта морально-политическая, если хотите.